Очередной музыкальный променад в музее-усадьбе Горки и Ленинске не оставил равнодушным никого. Более 300 гостей пришли насладиться чудесной музыкой в естественной акустике и провести несколько часов в расслабленной и веселой обстановке. В этот вечер в парке звучали джазовые мелодии. Слово Татьяне Акимовой. Знаменитый джазовый музыкант, сексофонист Бенни Грин сравнивал джазмена с жонглёром, который работает не с шариками, а с гармониями. И только в джазе, в отличие от классической музыки, вы можете услышать и оценить творчество самого исполнителя. Ведь это искусство музыканта, который у вас на глазах создаёт музыку. То, как ты чувствуешь сейчас, в этот момент, нет никаких написанных нот. Я должен здесь и сейчас сочинить, как композитор, и сразу выдать продукт. Марат Галеев заболел джазами ещё в детстве. Хотя он закончил Академию музыки имени Гнесиных как классический музыкант, джаз стал для него неотъемлемой частью жизни. Беря в руки инструмент, сексофонист по собственному признанию уходит в отрыв. Это состояние подхватывают слушатели. Именно так и было на очередном музыкальном фестивале в музее Горки Ленинские. Правда, в этот вечер в исполнении Марата Галеева звучал не только джаз, но и известные мелодии в джазовой обработке. Константин и Елена пара танцоров-любителей оказалась на музыкальном променаде впервые. Удержаться от выхода на импровизированный танцпол не смогли. Мы, честно говоря, на даче отдыхаем, и тут прекрасно проехать до Мадедова 15 минут. И, в общем, хотелось чего-то такого, конечно, для души уже давно, просто не знали. Сколько точно гостей посетило субботний вечер, сказать сложно. Прогуливаясь по аллеям усадьбы, люди невольно становились участниками фестиваля. Живая музыка завораживала. Очень все здорово. Хорошая погода. Главное, что с погодой повезло. На открытом воздухе очень приятно слушать музыку. И с музыкой тоже повезло. Мне очень нравится здесь все. Это здорово, да. Почаще проводить. Да, такие мероприятия. В то время, пока взрослые путешествовали по миру музыки, детей, дабы те не мешали родителям, развлекали известные киноперсонажи. Это еще одна новая программа, которая реализуется в музее-усадьбе «Горки-Ленинские». Татьяна Акимова, Евгений Петров, Наталья Буслаева. Видное ТВ.